На уборку берегов рек Сукромки и Борисовки эко-активисты выходят несколько раз за сезон. Здесь любят отдыхать горожане, и далеко не все из них после пикников забирают мусор с собой. Несколько месяцев назад отсюда были вывезены порядка девяти кубометров бытовых отходов. Сегодня, на первый взгляд, непорядок небольшой, но все равно есть над чем поработать. Мы обычно любим, знаете, погуще, чтобы было тех же щей да погуще в лей, но сегодня его не так много. Не знаю, с чем это связано. Думаю, что это уже позаботились коммунальщики и прошли здесь. Они, по крайней мере, здесь довольно часто проходят. Мы здесь именно после выходных посиделок, после уикенда вышли и прошлись. Что можно передать людям? Убирайте за собой, и все будет в порядке. Положение обязывает. Эти ребята – студенты и выпускники МГТУ имени Баумана, бывшего Лестеха. Они курируют деятельность волонтеров-экологов на территории Московской области. Организация насчитывает порядка 300 человек. Экоактивисты – основные помощники сотрудников контрольного управления администрации муниципалитета. Они всегда присоединяются к любым экологическим акциям. Однако в этот раз новичков тоже много. Мы, тищенцы, не смогли устоять перед веселым призывом создать неприятности мусору в пятницу 13-го. А этот недостроенный объект местные жители и вовсе используют как свалку. Здесь обычно основной фронт работ. В этот раз его расчистить взялись юные баскетболисты. Ребята, это ваш первый субботник? Да. А много мусора собрали? Что находите? Мы находим здесь больше бутылок с пивом, чем обычный пластик. Ну, это два пакета собрали. А вот там Никита еще нашел. Сейчас я туда тоже пойду, у меня же резины с погиб. Многие воспитанники спортивной школы живут в этой части города. Поэтому их родители воспользовались случаем и решили показать детям, во что может превратиться мир вокруг, если о нем не заботятся. Дети увлечены. Они увлечены. Они сразу принялись, перчатки, все одели, грабли взяли. Конечно, у них есть вот этот детский момент. Они с интересом рассматривают какие-то свои находки. Они воспринимают это как археологические раскопки. Кто-то нашел бутылку с черепом, восхитился. Я говорю, ну вы понимаете, да, что место этой бутылки абсолютно не здесь, а в специально отведенных для этого местах. Однако на продуктивности шалости не сказываются. За каких-то полчаса юные спортсмены собрали с десяток 120-литровых мешков мусора. Да, и урок экологии не прошел даром. Я люблю ухаживать за природой, потому что нас природа создала. Без природы нас не было, так что я ухаживаю за природой. Это мероприятие проводится в рамках проекта «Экологичное Подмосковье». Он призван воспитать поколение носителей экокультуры. Его поддерживают Главное управление социальных коммуникаций, Министерство экологии и природопользования и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. На уборку этим утром также вышли представители Общественной палаты муниципалитета, Молодежного центра «Импульс» и других организаций. Леспаркхоз предоставил инвентарь. Сегодня меня порадовало, что пришли именно жители с этих домов. И они готовы на сегодняшний день убирать мусор за своими соседями, которые здесь отдыхают. И, наверное, чем больше будет таких помощников, именно местных жителей, и они сами будут меньше здесь оставлять мусора. Сегодня собрали около 45 120-литровых мешков мусора, а это почти 6 кубометров. Но следует учесть, что экоактивисты очистили только левые берега рек Сукромки и Борисовки. Привести в порядок правые решено чуть позже, после того, как спадет вода и можно будет воспользоваться переправой. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Матищинский.